Сейчас у нас не менее важная и интересная тема – архитектура и свет. Я с удовольствием представляю нашего модератора сессии Ольгу Николаевну Огородникову, руководителя сектора строительства Алюминиевой Ассоциации, наш уважаемый эксперт. Ольга Николаевна, вам слово. Я начну с нескольких цитат для того, чтобы нам объединиться в какой-то информационный фон и продолжить дискуссию уже в виде презентации, которые раскроют нам все секреты. Наверное, секреты не раскроют, но покажут возможности, как можно совместить архитектуру и свет. Архитектурное освещение – это область смежного применения принципов и методов архитектуры, дизайна интерьеров, экстерьеров, а также электротехники, которые связаны между собой, которые разрабатывают систему освещения и которые позволяют лаконично вписать это пространство как внутреннее, так и внешнее. Вот такими красивыми словами о том, каким образом вроде бы два самостоятельных направления, как свет, который существует с далеких времен, и такое направление, как архитектура, соединились в конце концов, и сейчас синергия этого объединения, она дает свои эффекты и плоды. Мы разделили свою сессию на три выступления. Первое – это фасадное освещение, поскольку фасадное освещение – это тренд, который был задан еще десятилетия тому назад, и мы видим, как достаточно слабые здания начинают играть по-новому, когда там применена правильная архитектурная подсветка. Мы видим, как меняется пространство, когда правильно сделана интерьерная внутренняя подсветка, когда комната кубической формы размера 5 на 5 на 5 превращается в огромный зал с прозрачными стенами или бесконечными стенами. И все это эффект, который создает свет. Я приглашаю для презентации Елену Брунову, сотрудника компании «Аллюминейт», которая нам расскажет про архитектурное освещение. Всем добрый день. Я немного волнуюсь, поэтому могу немного заикаться и глупо шутить. Я надеюсь, вы меня за это простите. Минутка самой пиара. Я представляю компанию «Аллюминейт». Мы занимаемся освещением в принципе, в частности, фасадным и архитектурным освещением. Компания молодая, мы всего лишь с 2017 года, но люди, которые работают в этой компании, они больше 10 лет занимаются в принципе электрикой и светом в частности. Например, вот часть наших объектов, которые мы освещали. Тут подобрано именно как раз-таки фасадное освещение. То есть, если из знакомого, это вот трехгорная мануфактура, это вот она справа, я думаю, многие из нас здесь, там были, видели, как это выглядит. Это аэропорты, это гостиница в Владивостоке, вот слева внизу. То есть, это примеры применения освещения как раз-таки в архитектуре, фасадном освещении, как это все меняет внешний вид здания. Да, прежде всего, хотелось бы сказать спасибо архитекторам, которые украшают нашу повседневную жизнь и делают ее насыщенной как красками, так и формами. В процессе работы над фасадным освещением, изучая каждый сантиметр архитектуры, воображение начинает подсказывать интересное решение, которым, к сожалению, не суждено сбыться. Почему? По сути, мы, светотехники-дизайнеры, это портные, которые шьют вечерний образ для железобетонных или хрустальных завсегдатых города. В такие моменты возникает огромное желание поучаствовать в рождении ребенка-архитектора. Ну, соответственно, совместно с архитекторами, чтобы иметь возможность подсказать им, как их ребенок в итоге будет выглядеть уже в интерьере города. Совершенство недосягаемое. Мы можем только бесконечно приближаться к нему. Позвольте мне сесть в ваше кресло архитектора и порассуждать на заданную тему. Давайте представим, мы въезжаем в ночной город. Кто-то едет на личном автомобиле, кого-то везут. Здание, в котором все дома. Казалось бы, это невозможно. Но представьте только свет в каждом окне. Да, пока это непрактично, дорого и несет световое загрязнение, если использовать существующие ресурсы для достижения цели. Но такой вариант, помимо эстетической части, имеет и функциональное значение. Никто не сможет понять и отследить ваше присутствие дома. Кроме того, этот прием может подчеркнуть строгость архитектуры. Согласитесь, здание выглядит совсем по-другому, если нет черных пропусков пустых окон. На асфальте начинает светиться стоп-линия. Проекция на асфальте. Постепенно разгораясь, удлиняется, переползает на столб светофора. И далее вверх в линейный светильник над пешеходным переходом. Сама зебра выкрашена краской, накапливающей свет. Таким образом, она будет видна не только пешеходам при тусклом освещении, но и водителям, приближающимся к пешеходному переходу. Зеркала. На мой взгляд, это интересный инструмент, как ночью, так и в днем в солнечную погоду. Сложность заключается в правильном расположении отражающей поверхности относительно движения Солнца, чтобы рассчитать траекторию отражения искусственного света ночью. А также нужно собирать пучок света для усиления эффекта луча. Думаю, будет интересно наблюдать, как солнечный зайчик попадает на конкретный маф или разметку территории. Данный прием поможет одним источникам света сделать два направления луча, что может сократить количество оборудования на фасадах. Ну и вы, естественно, все понимаете, что это и сократит стоимость оборудования, что немаловажно. Также будет интересно наблюдать, как солнечный зайчик попадает на конкретный маф или разметку территории. То есть, вот смотрите, здесь показано, где может устанавливаться источник света, а где должна устанавливаться отражающая поверхность, чтобы получить эффект, что от одного источника света у нас засвечены, получается, две плоскости. Ни для кого не секрет, что освещение – это дорогое удовольствие, даже в бюджетном варианте. И, конечно, это расстраивает того, кто платит. Таким образом, у меня возник вопрос, почему бы не предусмотреть в архитектуре элементы, которые смогли бы продлевать жизнь осветительному оборудованию. Например, вот здесь показан такой небольшой карниз, который будет закрывать светильник от воздействия окружающей среды, что поможет, соответственно, продлить жизнь этому светильнику. Например, подсветка с края крыши вдоль фасада. Прием неоригинален и наиболее распространен из-за своей простоты и функциональности. Одним выстрелом двух зайцев. И фасад подсветили, и территорию в некоторых случаях. Такой монтаж требует дополнительные кронштейны. Материалы светильника не имеют права поддаваться малейшему влиянию окружающей среды и погодных условий. Снег, дождь, ветер. А бывали случаи, когда и птицы вели гнезда, а нависающая часть крыши... На мой взгляд, работа над внешним обликом будет наиболее продуктивной. Тут мысль кончилась, но смысл, я думаю, вы уловили, что есть много архитектурных моментов, которые имеет смысл разрабатывать совместно с архитекторами, чтобы фасадное освещение смотрелось не только более эффектно и подчеркивало какие-то особенности здания, но и являлось более безопасным для людей, стоило меньше денег в итоге и создавало тот эффект, который хочет создать архитектор, придумывая это здание. Спасибо, если есть какие-то вопросы. Спасибо огромное. Мы на самом деле в рамках вообще, в принципе, строительного направления первый раз рассматриваем вот это сочетание архитектуры и света. Я думаю, что мы можем считать, что на Алиумфоруме 2-м 2021 года мы открываем это новое направление и дальше будем только расширять, будем более часто собираться, будем плотно работать с архитекторами для того, чтобы эта законодательная мода, это законодательно-модное направление было так же развито, как сама тема светопрозрачных конструкций, потому что здесь эти два элемента, они просто будут дополняться светом и будут более дорого продавать то здание, которое построено на сегодняшний день. Я думаю, что все участники нашей встречи согласятся с этим. Мы продолжим. Я позволю себе еще одну цитату. Современные архитекторы работают со светом так, будто он так же материален, как камень. Его нужно контролировать, ему нужно придавать направление, пропорции. Свет в современной архитектуре стал элементом формообразования и пространства. Свет для архитектуры – это материал, который существует в физическом и метафизическом состоянии. Он приобретает характеристики, свойственным материальным объектам. Свет придает направление, как я уже сказала, пропорции, и обрабатывают архитекторы, световые архитекторы, обрабатывают эту субстанцию, как обрабатывают строители камень, глину и другие строительные материалы. Я приглашаю для следующего выступления Сергея Бурцева, компании «Сибирский профиль», который нам расскажет, какой вклад они вносят как раз в это направление архитектуры и свет. Коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Бурцев, генеральный директор компании «Сибирский профиль». Мы по совместительству директор по развитию бизнеса Красноярского металлургического завода. Наверное, эта презентация скорее не от лица «Сибирского профиля», а скорее от лица «Крамза». Для «Крамза» направление света является сравнительно новым. Мы новый молодой игрок в этой сфере. Но, тем не менее, направление очень важное, относится к числу стратегических, имеет полную поддержку, финансирование и так далее. В теме света мы позиционируем себя как изготовители световых опор, опор освещения, садовых, парковых, уличных. Поэтому в моей презентации будет немножко меньше архитектуры, а немножко больше технологии. Что, собственно, мы умеем, чем мы занимаемся? Говоря о опорах освещения, в первую очередь мы представляем себе заготовку. Заготовку, скорее всего, круглого сечения. В левой части слайда то, что мы можем делать. Трубы диаметром до 180 мм, любой толщины стенки, любой конфигурации и так далее. Вот кронштейны, корпуса, радиаторы в виде профиля, вот в правой части находятся. Тоже так же с большой шириной, высотой, описанной окружностью. Все это легко изготавливается на нашем прессовом оборудовании. Дальше все эти заготовки подвергаются мехобработке. Вот такой вот высокоточный обрабатывающий центр позволяет вырезать лючки, дверцы для обслуживания практически любой конфигурации. Вот как в нижней части слайда нарисовано. Дальнейшая сборка опор освещения немыслимо без сварки. Мы очень много с этой темой тренировались. Получалось, ну, коллеги знают, первый опыт был так себе. Были кривые, не очень качественные швы, но мы научились это делать. Приобрели правильные сварочные полуавтоматы одной известной компании. Ну, вот умеем делать достаточно ровные, понятные швы, эстетичные, прочные и так далее. Следующая наша тема, которая вот для нас тоже достаточно новая. Мы поняли, что мы умеем делать только прямые, прямолинейные конструкции. Все это не очень интересно. Хочется сделать что-то такое кривое, замысловатое. Гибочный станок с ЧПУ. Полностью согнуть любую матч, с любой повторяемостью, с любой точностью. Вот такой станок в октябре мы запускаем. Сейчас играемся, тренируемся. С октября начнем делать криволинейные кронштейны любой степени гибкости, так сказать, которая позволяет алюминий. Сергей, игра слов, да? Мы не кривые конструкции делаем, а криволинейные конструкции. Конструкции будут абсолютно правильные, но будут содержать в себе криволинейные компоненты. Так, ну дальше продолжая тему эстетики, ну конечно финишная отделка, три вида финишной отделки производим. Естественно, это анод. Наиболее популярная и правильная тема для алюминия сочетает в себе эстетику, сочетает в себе долговечность, антикоррозионную защиту, высочайшие защитные свойства. 50-70 лет детям, внукам вот этот фонарь еще будет светить. Вот декор в правой и нижней части, вот такая вот конструкция, с двух шагов практически неотличима от дерева. Широкое применение в садовых, в парках, в ландшафтах и так далее. Очень удачно, органично вписывается. Ну и естественно покраска в любые цветы орал. Можем покрасить все, что угодно. Очень красиво. Ну, портфель проектов у нас пока не богатый, но тем не менее, хочу сказать, что, ну, обращаю внимание, да, что полностью фонари мы сами не делаем. Работаем в кооперации с производителями светильников. Это позволяет делать готовые решения. Вот в левой части сверху корабельная набережная Владивосток. Один из первых наших проектов. В нижней части комплекс административных зданий Русал. Ну, без этого никуда, естественно. Компания, так сказать, вели, просят, заказывают. Мы это все обязаны обеспечить с наивысшим качеством. Вот комплекс зданий, полностью подсветка на стоянке, подсветка около здания. Вот такие вот опоры, как в правой части слайда, изготавливаются и останавливаются. Темный анод. Ну, в общем-то, выглядит достаточно неплохо. В ландшафт писалось. Ну, и буквально пару слов, как мы видим в себе следующие шаги, куда планируем двигаться, что прописано в нашей стратегии, так сказать, до 2025 года. Ну, в левой части тема ротационной вытяжки. Довольно актуально. Мы так очень посмотрели. В принципе, наверное, этим стоит заниматься. На это есть спрос. Конструкции получаются очень эстетичные, под конус любой конфигурации. Практически все можно изготовить. Не просто прямолинейная труба, очень такая интересная получается форма. Вот. Ну, наряду с этим увеличение прочности, поверхностное упрочнение заготовки и так далее. Ну, и сокращение затрат. Труба в процессе обработки удлиняется. Ну, и с того же количества материала можно сделать принципиально другую штангу, принципиально более длинную опору. Ну, и тема смарт-опор тоже мы в эту сторону активно смотрим, изучаем требования, какие должны быть опоры, насколько за этим стоит коммерция, насколько за этим стоит спрос, что там с точки зрения технологий, как это должно работать. Ну, тоже видим за этим определенное будущее. Ну, у меня все. Спасибо. Спасибо большое. Да, наша сессия была, планировалась в трех этапах. Первое мы хотели рассказать про фасадное освещение. Вторым этапом мы хотели сказать про внутреннее освещение. К сожалению, спикер у нас, компания «Алеком» и Юрий Николаевич Мамлясов отсутствует. Мы надеемся, что с ним все хорошо и нормально. Да, дай бог ему здоровья, чтобы все хорошо и не болели. Но неведение, оно несколько смущает. И третий завершающий этап мы хотели перейти от самого здания к ландшафтной архитектуре, поскольку ландшафт и значимость ландшафта перед зданием все большую и большую роль играет, как в той пословице, встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому все то, как обустроено здание с точки зрения земельных работ, как мы сейчас называем это модным словом ландшафт, именно это возможно подчеркнуть только с помощью вот этой ландшафтного освещения и с помощью подсветки малых архитектурных форм, с помощью подсветки пешеходных зон, с помощью подсветки игры света для мест общего пользования. И я приглашаю Евгения Дорфа к выступлению с ландшафтным освещением, и он расскажет нам про то, какие возможности его компания подготовила для рынка. И уверена, что этот информационный материал мы потом сможем распространить и архитекторам, которых сегодня не так много, среди наших слушателей и смотрителей. Но я уверена, что этот материал создаст хороший задел на будущее для наших студентов и для наших архитекторов. Пожалуйста, Евгений. Спасибо, Ольга Николаевна. Я не уверен, что то, что я вам покажу, нужно будет среди архитекторов распространять, но мы подготовим, если что, дополнительную информацию. Еще раз, меня зовут Евгений Дорф. Всем привет, с кем еще не знакомы. Радует, что очень много знакомых лиц. И хотя сегодня сетовали на то, что нас мало в этой аудитории, я считаю, что это классно, потому что мы можем сегодня это обсудить. Мы потренируемся перед следующим форумом. К следующему форуму, я думаю, нам будет уже много о чем рассказать. И следующий наш рассказ будет иметь вау-эффект. Итак, я представляю компанию Алюмпарк. Компания молодая. Я ее зарегистрировал буквально в июне. Вот видите, я даже пришел сегодня как стартапер, настоящий с логотипом своей компании. Я получил вчера замечание за то, что выгляжу не как спикер. Но, на мой взгляд, стартапщики, вот они так должны выглядеть. Компания Алюмпарк – это будущий резидент Сколково. Мы сейчас этим занимаемся, поэтому вдвойне приятно выступать здесь. И тема для меня, для нас – это новая. Где-то полтора года назад я начал вынашивать план по реализации этого проекта. Про какие-то шаги сегодня расскажу. Но в целом, почему меня это заинтересовало? Есть проблема на нашем рынке сегодня, связанная с опорами освещения. Может быть, не самая приглядная картинка, но смысл в том, что фонд опор освещения, он довольно старый. И не соблюдает у нас эксплуатирующая компания нормально правила, по которым они его должны обновлять. Один из наших конкурентов – это опора граненая, коническая, оцинкованная, должна служить 20 лет. Они стоят по 50 лет. Их не меняют. Но мы с вами видим, Москва преобразилась по опорам освещения. Сейчас динамика очень серьезная в регионах. Я проехал очень много городов. Волгоград – это просто чудо какое-то. Количество особенно алюминиевых опор освещения, которое там установлено на квадратный метр, мне кажется, рекордное. Губернатор этим лично занимался. Поехали дальше. Я перечислил факторы, по каким выбирают опоры. Там есть и дизайн, что важно, и климат, и сейсмоактивность, требования и безопасность. Опоры классифицируются по высоте, форме, количеству звеньев, материалам, способам монтажа. Формы опоры, я самое распространенное сейчас вам показываю, круглые прямые, про которые Сергей рассказывал, в том числе круглые конические. Это будущее. Вернее, мы их наблюдаем. Очень много польских. Сейчас появляются китайские опоры, в том числе конические в нашей стране. Граненые, граненые конические. Но это больше про сталь. У разных опор есть свои плюсы. Деревянная опора весит мало. Это очень важно при монтаже. Она устойчивая, она является диэлектриком. Мы до сих пор наблюдаем, наверное, вы видите, в небольших населенных пунктах, за городом они до сих пор стоят. Пойдемте дальше. Есть бетонные опоры. Они тоже очень прочные. И у них до сих пор отличный ценник. Есть минусы. Это ее тяжесть. И когда в нее врезаешься, это тоже большая проблема становится, что происходит с автомобилем. Я, в принципе, рад, что Московский автодорожный институт, как законодатель на этом рынке, они уже это видят. Я помню, в 2012 году я первый раз вообще увидел в Брюсселе, если я не ошибаюсь, там нет ни бетонных, ни стальных. Там все опоры алюминиевые, все знаки алюминиевые. И придя в МАДИ, я говорю, а что если будет все алюминиевое? Тогда они сказали, что это невозможно. Это Россия, мальчик, и у нас все будет бетонное и стальное. Но сейчас запрос на перемены они услышали и работают над этим вопросом. Основная, самая популярная опора в России – это стальная оцинкованная. Количество заводов, которые их производят, огромное. Потребление по этим опорам огромное. И это хорошо. Если мы сейчас совместно с Крамзом идем в алюминиевую историю по опорам, мы конкурировать будем не друг с другом, а мы конкурировать будем с остальными опорами. Тем более, что сегодня рынок позволяет это сделать, потому что цена стальной опоры, пусть не оцинкованной, а окрашенной, которая прошла буквально интерлайт на днях выставка, наше предложение и предложение стальной опоры по цене практически не отличается. Это то, что делаем мы уже сейчас. Если сравнить по весу алюминиевой опоры, они являются самыми легкими, что важно – простота транспортировки и монтажа. по ценнику, я считаю… Посмотрим на динамику рынка, но в этом году мы несколько раз уже… В этом году несколько раз у нас была возможность поднять цену на опору, потому что стальная улетала еще выше. Это для нас, как для производителей, очень благоприятный фактор. С точки зрения безопасности, тут однозначно врезаться на всем ходу в алюминиевую опору шанс выжить намного выше, чем в бетонную, не дай бог. Долговечность. Мы считаем, что анодированные опоры с подходом 50 лет гарантированы, а в России они, может быть, будут стоять и 100 лет. А в этом случае стоимость владения и стоимость эксплуатации она существенно снижается. Пример отдельный чуть позже приведу. Это мировой тренд. Опора как часть умного города. Смарт-сити, мы если на Китай смотрим, то есть он упихан камерами, системами распознавания лиц, оповещения, освещения. Подслушивать, я думаю, они тоже уже скоро смогут эти опоры. То есть это не просто подставка для светильника. Это уже реально умная штука. Кто-то уже эти зарядки туда ставит. Что мы делаем сейчас и что будем делать? Не все получается с высокими парковыми опорами, потому что, мое мнение, круглая опора никому не нужна. А вот коническая опора, по ней спрос есть. Мы ждем оборудование. Мы его запустим в этом году по редуцированию. Уже будет так, что пока свое не запустили, велкам мощностей хватит на двоих. Мы запустили садовую тематику, как раз где используются обычные круглые трубы. На двух выставках презентовали. И, вы знаете, мне огромная разница либо заниматься алюминиевыми профилями, либо, особенно в такое время, когда вот такая ситуация на рынке, лица грустные, вот у Натальи Николаевны, допустим, а у меня улыбка на лице, потому что заниматься опорами освещения намного комфортнее. Бизнес абсолютно другой. Он интересней. Побыстрее, да? Заканчиваем. Окей. Ну, также у нас флагштоки, навигационные стеллы и дорожные опоры. У нас наши мощности следующие. Мы анодируем. Линия у нас, причем, близнецы с Крамзовской линией одинаковые. Лазерная установка, сварочный участок. Вот это то, что мы начали там тихонечко в Ижевске расставлять на наших площадях. Считаем, что наши конкуренты, это как раз производители стальных опор, ну и немножко компания Росса. Моя команда. Ну, мы полетели. Спасибо. Спасибо большое выступающим. Я считаю, что мы реально открываем новые направления, новую эру. И будем считать, что сегодняшняя наша встреча на этом мероприятии, это была просто репетиция генеральная к тому хорошему выстрелу, который мы сделаем в следующем году. И я благодарю компании, что они рассказали про свои направления развития. И мы дополним, наверное, еще свет и малыми архитектурными формами, потому что малые архитектурные формы и свет – это тоже неотъемлемая часть современного пространства. И подготовим хорошую, сильную презентацию для архитекторов, которая будет важна. И еще одно направление, которое я предлагаю компаниям, которые уже включились в это направление, малые архитектурные формы, элементы навигации, поскольку сейчас у нас есть несколько проектов уже на сегодняшний день по благоустройству парков, общественных пространств и создание продуктовой линейки, как создание лука, одежды внешнего вида, имеем опоры освещения, имеем болларды – это низкие опоры освещения, имеем скамеечки, имеем урны, либо какие-то емкости для сортировки мусора, навигационные стойки, рекламные какие-то стойки. Когда это все создано в одном стиле, в одном цвете, все это очень хорошо продается архитекторам, поверьте. Всех благодарю за внимание, всем хорошего дня и хороших творческих и производственных успехов. Субтитры создавал DimaTorzok